Как дизайнеру не срывать сроки? Это вопрос не только по поводу дизайнера, по поводу любого исполнителя. Ну, все косячит. Начнем с этого. Много исполнителей срывают сроки. Даже мы срываем сроки в некоторых вопросах внутри работы в команде. Это плохо, конечно, меня это весит дико. Это по поводу того, что не все обязательства выполняются. Обязательства – это когда ты пообещал что-то и потом прозрал свои обязательства. Значит, из этого сказанного вывода. Это значит, что нужно, во-первых, научиться работать с обязательствами. То есть, если что-то обещаешь, тогда стараться это выполнять. Люди не идеальные. Я не знаю, ну, я не думаю, что очень много, что есть много людей, у которых, как бы, которые прям вот сто пудов выполняют обязательства. Ну, есть такие сто пудов. И можно воспринять, короче, эту характеристику, обязательства, как некий такой отрезок, где на нем есть бегунок. И, например, если ты бегунок в необязательность двигаешь, тогда ты, короче, больше безответственного в тебе. Ну, что-то ты можешь выполнять. Но при этом, как бы, уровень доверия к тебе будет не очень высоким, потому что ты фачишь. Вот. Окей, значит, ты понимаешь, что тебе нужно двигать этот бегунок. Тебе не нужно быть идеальным, потому что, если ты поставишь цель себе быть идеальным по части выполнения, обязательно сразу же, тогда тебе это не понравится. Ты, как бы, разочаруешься, потому что не достигнешь. Скорее всего, будешь продолжать косячить. Вопрос в том, чтобы косячить меньше. Вот. Двигаешься в бегунок. Как двигать? Бери на себя выполнимые обязательства. То есть не обещай, короче, то, что не можешь сделать. Потому что можно поставить цель себе заработать полтора миллиона, да. А у тебя там 50 тысяч рублей доходы. Вот. А, например, срок ты ставишься, это, типа, два месяца. Ну, очень большая вероятность того, что ты не сможешь. Да, конечно, есть вероятность то, что ты заработаешь, но большая вероятность то, что ты специально взял себе такое обязательство, чтобы его просрать. Вот. Потом, значит, бери выполнимые обязательства, давай выполнимые обещания, то же самое. Вот. Потом, выполнимые в плане ей объема работы и сроков. Потом, если возвращаться в реальные проекты, ну, то есть из психологии на более материальный план, даже у крутых исполнителей часто возникают моменты, когда они понимают, что не вывозят по срокам. Ну, фишка в чем? В чем отличие не профессионалов, а профессионалов? Профессионалы очень заранее прогнозируют, что у них там произойдет, и предупреждают заказчика о том, что нам кажется, что мы не сможем доложиться в дедлайн, и вот нам кажется, что срок там будет такой-то. Давайте обсудим, типа, насколько вам это критично. Если не критично, давайте продолжайте, если критично, давайте договоримся по объему работ, так, чтобы успеть в срок. Вот. Этот принцип я называю принцип опережающей коммуникации. То есть ты не ждешь, когда у тебя прямо, ну, то есть дедлайн подходит, а ты такую половину проекта не сделал, потом звонишь заказчику и говоришь, слушай, Василий Семенович, я, короче, не успеваю к дедлайну. Вот. Естественно, он в шоке, потому что у него ожидание сдать, что ты ему сдашь проект, там, завтра. Вот. И он точно будет на тебя недоволен, потому что только идиот может тебе сказать, да, Вася, ты, ты, короче, нормальный чувак, там, да, бывает, там, ты накосячил и так далее, но я подожду. Если бы у нас так все было, у нас бы, ну, прогресс был бы низкий. Че? Поэтому, поэтому, в финале, подытоживаю. Первое. Это нужно работать с обязательствами, тренироваться в навыке выполнения обязательств. Если сложно выполнять большие, начните с маленьких. И потихоньку наращивайте. А второй – это просто коммуникация прозрачная с заказчиком и заранее. А, ну и третий еще момент, про который не рассказали, ну, это как спланировать. То есть, если задача большая, там может быть много моментов, да, то есть, ты взял проект, ты понимаешь, что он большой, ты не знаешь, как к нему подступиться, ты начинаешь прокрастинировать, потому что ты не знаешь, за что взяться. И сроки сдвигаются. Значит, нужно разбить задачу на более мелкие, а желательно на те, которые реально выполнить за один день или менее. И все, и брать одну подзадачу в день. Ну, поставить себя только за принцип, то, что я точно буду с понедельника по пятницу выполнять по одной задаче в день по этому проекту. Это как у нас, у нас так построена система обучения. То есть, все задания разбиты по дням. Ну, при этом, там, за неделю можно накосячить один раз. Вот. И все, а больше косяков не допускается. Если ты косячишь, ты не попадаешь в разбор. Вот. Ну, это как мера, типа, что мы будем делать, если ты не выполнишь свое обязательство. Если этого, что мы будем делать, нету, тогда ты, скорее всего, не выполнишь. Если ты, ну, как бы, такой обычный, такой безответственный рядовый чел. Вот. Это, кстати, четвертый способ. То есть, ты, например, можешь себе сказать, что я, как я себя поблагодарю, если я сделаю вовремя. И что я сделаю, если я не успею? Ну, вот почему люди долго бросают курить. Потому что у них нет обязательств в плане, ничего им не будет, если они снова закурят. У меня есть техника, называется «Цена слова». Ее в БМе практикуют. Мне она не нравится откровенно, потому что там цена слова высокая, а, как бы, ну, у меня лично начинается паника по поводу высокой цены слова. Например, там, я брошу курить, если ты увидишь меня курящим, я заплачу тебе, там, 500 тысяч рублей. Не сразу там начинается. Вот. А как я бросил курить? Я сказал команде, что я брошу курить, если вы увидите меня курящим, я дам вам тысяч. Вот. И все. Но на самом деле меня не сам факт тысяч рублей мотивирует. Потому что, как бы, мне несложно дать кому-то просто подарить. Вот. Меня мотивирует факт то, что если я закурю, то я просру свое обещание. Это больше меня мотивирует. Но у всех разные, разные стимулы. Поэтому смотрите свой. Ну, пряник тоже способ. Для кого-то жесткий. Если вам некомфортно, не надо. Как-то так. Субтитры сделал DimaTorzok